Всем привет! Сегодня будет обзор на очередную самоделку Томика. Это замечательный человек, который придумывает альтернативные модели для наборов Лего. В сегодняшней работе использованы детали только одного набора 31021. Ссылка на сайт автора и инструкцию будут в описании. Вообще в этой рубрике и далее будут появляться не только мои работы, но и других авторов. Ведь от этого всем только лучше. Как вы уже поняли из названия, я собираю косатку. Это очень красивое морское млекопитающее, распространенное почти по всему мировому океану. Даже один внешний облик косаток указывает, что они опасные хищники, нападающие на крупную добычу. Длина самок достигает 8 метров, а самцов 10 метров и 8 тонн массы. Вид косатка занесен в международную красную книгу. Модель оправдала все мои ожидания. Сами посмотрите, она сделана так, что все гладкие детали снаружи. Это смотрится очень приятно. Также, если рассмотреть цветовую схему этой модели, то сомнений не остается. Перед нами косатка. Окраска спины и боков черная, горло белое, на брюхе белая продольная полоса. И кстати, видите детали, использованные позади спинного плавника. Думаете, просто не хватило деталей нужного цвета? Нет, у косаток там на самом деле серое пятно. Так что все подобрано идеально. У модельки открывается рот. Причем внутри есть деталька, очень сильно напоминающая язык. Жалко, тут только зубов не хватает. Спинной плавник фиксируется неподвижно. Плавники по бокам можно поднять и опустить. Ну и можно сказать, самая интересная фишка этой модели, это подвижный хвост, который имеет две точки артикуляции. Модель просто замечательная и ничем не уступает официальным инструкциям Лего. А отдельный респект автору за бесплатные инструкции. Если у вас есть набор 31021, то не упустите возможность собрать эту косатку. Ну а на сегодня все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok